ПАПК МОБАЙЛЕ И в первых подобных сезонах так собственно и было. Мы думали, ну да, сезон вышел неудачен, но в последующих обновлениях разработчики однозначно все поменяют и наконец-то обрадуют нас. Но, к сожалению, это когда-то они нас обрадуют, так и не наступало, ведь все последующие сезоны были только хуже. Игра все реже радовала нас новыми режимами, достойными коллаборациями, как это было в случае Хитмана и Resident Evil, и в конце концов хотя бы элементарного исправления багов. После того, как ПАПК набил себе достаточно количества аудитории, он постепенно начал скатываться в коммерцию, ведь ничем больше помимо создания скинов он не занимался. Тем самым единственным контентом, который остался в ПАПКе, это было лишь открытие кейсов и все. Ведь ничего другого нового в игре попросту не было. ПАПК МОБАЙЛ является одной из самых ленивых и поебистических проектов среди всех других популярных игр, ведь в течение года ПАПК только и делает, что кормит нас одними обещаниями, трейлерами и анонсами о каких-то глобальных изменениях, которые все так до нас и не приходят. Вот, вспомните тот же Эрангель 2.0. Все эти громкие обещания, что они полностью переработают весь игровой мир Эрангеля, добавят кучу новых локаций и заполнят километровые пустыри небольшими поселками. А по факту же они просто изменили текстурки уже старых домов. Вот, взгляните только сами, вот что они нам обещали, а вот что мы получили. Каких-то масштабных изменений в новом Эрангеле попросту нету. Да, текстурки домов стали гораздо лучше, но камон, вы обещали полную переработку и новые локации, а не просто текстурки кирпичей. Как бы, судя по анонсам, нас должно было ожидать совершенно другое, разве нет? Ну и да, обновленные Эрангели разрабы все-таки сумели выпустить месяц назад, но только на Китайку. Кто бы, блять, сомневался? Как и обычно, все крупные обновления сначала дают опробовать исключительно китайцам. Это было в случае и с новыми режимами, и с оружием, и с боковыми прицелами, да и даже с ультраграфикой, которая, кстати, до нас так и не дошла. Ну а мы, мы будем просто молча посасывать писечку в надежде на то, что разрабы когда-нибудь вспомнят и она с вами и соизволит дать нам ну хоть что-то из китайского клиента. И чтобы вот таких предъяв больше не возникало, и мы уже наконец-то отъебались от разработчиков, им спустя год все-таки пришлось добавить новую карту и нам. Но, как вы уже понимаете, получили мы далеко не Эрангель 2.0, а весьма спорную карту с размером в спичечный коробок Левик. И сегодня речь пойдет именно о ней. Ребят, хочу рассказать вам о новом MMORPG-проекте от команды разработчиков Ментиска, который подготовили для нас одну из самых многообещающих игр этого года. И сейчас я говорю о Hunters Arena Legends. Это PvP VE экшен-битва с элементами стратегии и рукопашного боя, где вам нужно сражаться не только против таких же игроков, как и вы сами, но а также с разнообразными монстрами, которые можно встретить по всей округе карты, а уникальная РПК-система позволит прокачивать вашего персонажа и добывать опыт с лутом из тех же монстров и боссов. Сами же вы можете играть за любого из 12 предложенных нам персонажей, отличающимся как приемами, оружием, так и уникальными способностями и перками. Насчет классификации героев, тут у нас все в лучших традициях РПГ, персонажи ближнего и дальнего боя, чистые дамагеры и саппорты. Но на этом игра не останавливается, ведь помимо большого пака героев, нас будет ожидать немалый выбор самих режимов. Тут есть и классическая битва с зоной, где можно играть как и одному, так и в группе. И PvP арены, походы в данжи и еще плюс к этому тут имеется более 20 разнообразных боссов и внутриигровых подземелий, так что скучать вам игра точно не даст. А если ко всему этому добавить щепоточку красочной и пейзажной графики, то думаю Хантерс Арена никого не оставит равнодушным. Также на данный момент команда разработчиков непрерывно работает над оптимизацией, исправлением багов и детализацией мира в игре, и совсем скоро в игру внедрят еще ряд интересных фишек, например как Kill Cam Highlights и Повторы Смерти. Так что если вы хотели с головой погрузиться в красочный захватывающий мир фэнтези в жанре MMORPG, то теперь вы знаете что выбрать. Ранний доступ игры будет открыт уже с 15 июля, так что советую вам прямо сейчас добавить Хантерс Арену в список желаемого в стиме и следить за всеми обновлениями игры. Ссылочку на Хантерс Арена Леджендс вы найдете в описании. Лично я уже облазил карту вдоль и поперек, и скажу вам честно, это было вовсе не трудно, ведь размеры карты оставлять желать лучшего. И давайте сразу наглядный пример. Стандартный размер карты Эрангель это 8 на 8 километров. Санок же у нас ровно в два раза меньше, то есть 4 на 4. И как вы думаете, какой масштаб у нашей новой карты Левик? 2 на 2. И тут факт деградации налицо. С каждым годом аудитория и доход игры стабильно растет в геометрической прогрессии, но вот контента с каждым разом мы получаем стабильно в 2 раза меньше. И вы конечно можете сказать, что это такая особенность карты, мол так было задумано. Угу, да? А что же вы тогда ответите на демисезонность карты? Ведь откуда у карты 2 на 2 километра вдруг резко оказались снежные холмы, песчаные пустыри и цветущие луга? М? Почему же раньше разработчики наоборот брали своим масштабом и аккуратненько размазывали кимпы и города по всей карте? А сейчас же засунули все в одну кучу. Просто я напоминаю, что в папке для этого есть отдельные огромные карты со своими сезонными условиями. Зима в Викенде, вьетнамские джунгли в Санке, лето в Эрангеле и миромир с выжженной пустыней. И тут какого-то хера у нас появляется какой-то мутагенный зародыш, который мало того, что по масштабу уступает другим картам в 4 раза, так и еще со всеми упомянутыми сезонами, что конечно же, ну никак не вписывается в концепцию шутера, главной фишкой которой это мать твою реализм. Ведь именно благодаря первоначальному реализму мы сейчас и имеем нынешний Эрангеле и миромар. Эти карты впечатляют своим масштабом и там вы не найдете смешанных сезонов, ибо как вы вообще себе представляете выжженной пустыне вдруг неоткуда выросшие снежные холмы? Я вообще не понимаю, как это им в голову взбрело, хотя я догадываюсь. Вот вам и снежные холмы, вот и цветущие луга и на десертик пустыня. Ох, какое совпадение. Также, судя по статьям самих же разработчиков, вскоре на этой карте появится, вот сейчас вот внимание, свой босс, которого также можно встретить и в колде. Так что, дамы и господа, мы окончательно и безоговорочно можем смело попрощаться со здравым смыслом и реализмом. Все пока, все пока. Ведь я все-таки надеялся и верил, что пап, несмотря на всю эту херню, которую он сейчас устраивает, все-таки удастся сохранить и продолжить первоначальный вид игры. Но, как мы видим, игра стала пародией самой же себя, которая только делает вид бурной деятельности над проектом, а по факту же, выдает нам одну халтуру. Вот для примера, посмотрите на здание в Левике. Это же обычный дом из Мирамара, внутри которого мы вдруг обнаруживаем до боли знакомое помещение. А, ну да, это же ангар из Санька. А вот кемпы из Рангеля подъехали, ну надо же! И таких вот примеров куча. Раздравы просто создали микроскопическую карту, в которую попытались засунуть все сезоны и старые здания из других карт, изменив лишь их текстурки. Хотя я напоминаю, что во всех других картах, то бишь в Викенде, Саноке, Мирамар, вы увидите свои уникальные постройки, которые вы не встретите ни на одной другой карте. Ну а в Левике ничего подобного, конечно же, нет. Так что насчет халтуры, думаю, я все уяснил. Ну а также я хотел отметить еще парочку аспектов. Например, скажите, пожалуйста, что в этой игре забыл Монстр Драк? Как эта здоровая хуевина вообще тут оказалась? У нас тут че, каскадерские гонки или может быть съемки Форсажа? Это, блять, папк! Алло! Я напоминаю, что эта игра с постсоветским реализмом. Есть уазики, дачи, но они пытаются сюда впихнуть огромный блядский Монстр Драк. А если сюда еще ебнуть горячие источники, которые повышают вам жизни и энергии, то с этой игрой можно вообще смело попрощаться. Ведь если в обычный классический режим начали внедрять подобные авантюры, то в скором будущем от вашего папка уже вообще ничего не останется. Ведь ни для кого не секрет, что разрабы этими малозначительными внедрениями прощупывают почву перед тем, как засунуть в игру что-то еще более идиотское. Вот для примера вспомните только старые сезоны, где нас ожидали атмосферные брутальные ролл-пассы. Вроде бы было все хорошо и нам это нравилось, но потом они начали, так знаете, аккуратненько внедрять все более цветастые клонские наряды под видом того, что, ну, ребят, это ж юбилей, вот вам и праздничные наряды, че не нравится-то? И мы такие, ну, ок, разок как бы можно разрабы такие, чего? Можно? Ну окей, погнали! И в итоге сейчас мы имеем ролл-пасс с каким-то косплеем на гей-порно. И если вас это устраивает, то, думаю, вам стоит задуматься кое-то о чем. Единственное, что еще связывает старый PUBG с нынешним, так это лишь название и сам режим королевской битвы, который, кстати, благодаря таким вот картам мы и начинаем терять. И, к большому сожалению, это факт. Остальное же это под копирку взятой фишки уже из других популярных игр. Аркады из Call Day, дезматчи оттуда же, аксессуары, эмоции, жесты взаимодействия из Фортнайта, скины из Фрифайра, ваш любимый Монстр Тракт, также из Фрифайра. Еще приправим это нескончаемым количеством лохотронных кейсов с рулетками, и в итоге мы получаем вот такое оливье под названием PUBG Mobile. И, пожалуйста, не забывайте, как раньше мы ругали разработчиков за питомцев, скины на гранаты, граффити, эффекты полета, украшения. А сейчас же для вас это стало нормой. Именно вот так разрабы и внедряют все это говно. Так что скажу одно, папку пришел конец, и это грустно. Единственное, что пока еще греет и без того мое разбитое сердечко, так это то, что вы подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы не только освещаем все главные новостные сводки из мира игрового гейминга, но а также я сообщаю актуальную информацию о предстоящих роликах. Ссылочку на мой телеграм вы найдете в закрепленном комментарии. Ну а если вы досмотрели ролик до конца, то пишите число 577, посмотрим сколько нас. Ну а на связи был из Кьюб, играйте только в хорошие игры. Пока!